Лили Элси Лили Элси Лили Элси представления под псевдонимом «Маленькая Элси». Несмотря на это, она была болезненно застенчивой и оставалась такой даже во взрослом возрасте. В 1895-1996 годах выступала на концертах и пантомимах в театрах Салфорда. В 1896 году сыграла роль принцессы Мирзы в постановке «Арабские ночи» в Королевском театре Манчестера. В 1896-1897 годах в возрасте 10 лет сыграла роль «Красная шапочка» в том же театре, а затем отправилась на гастроли на 6 недель. В 1898 году составилось первое выступление в Лондоне. Она играла роль Ариэль в постановке «Король Лондай» в театре Сара Лэйн. Далее последовали выступления в рождественских пантомимах. Присоединилась к группе Джорджа Эдвардса в театре Дейли в Лондоне в качестве хористки. Самый большой успех Лили принесла главная роль в англоязычной версии «Веселой вдовы». Поначалу Элси не хотела играть эту роль, посчитав свой голос слишком тихим для нее. Но Эдвардс убедил ее согласиться. Эдвардс познакомил ее со знаменитым лондонским модельером Люси Даб Гордон. Постановка с английскими текстами «Адриана Росса» открылась в июне 1907 года и включала 778 спектаклей в театре Дейли. Шоу имело огромный успех у зрителей и Лили стала настоящей звездой. Один из критиков на премьере похвалил молодость, утонченное очарование и грацию, прелесть и изысканный танец, которыми мисс Элси украсила эту роль. Все костюмы для Элси «Веселого вдове», включая шляпы с перами, придумала Люси. Элси стала одной из самых часто фотографируемых красавиц. По данным газеты «Атланта Конститюшн» в Америке, написанной в 1915 году, было так. Возможно, ее лицо ближе к профилю Венеры Миловской, чем к любой другой прославленной красавице. Ее внешности нет абсолютно никаких резкчерк. Если бы она приехала в Америку, ее, несомненно, назвали бы самой красивой женщиной в стране. Природная красота никогда не добивалась такого блестящего успеха в шоу-бизнесе, как в случае с Лили Элси. Ее поклонники происходили в основном из знати. Все сходятся на то, что у Лили Элси самый соблазнительный род по всей Англии. Он имеет очертания лука Капидона, связи с загнутыми вверх уголками. Как ни странно, женщина именно этой страны является самыми преданными ее поклонницами. Так было написано в газете «Атланта Конститюшн» в Америке. После веселой вдовой Элси появилась еще в 16 спектаклях, получая восторженные отзывы критиков. Один из них писал, что не доставляло удовольствия просто смотреть, как она идет по сцене. Элси покинула труппу графа Люксембургского, чтобы выйти замуж за майора Джона Яна Блу, сына богатого поставщика текстиля. Но брак, как сообщалось, оказался несчастливым. В 1920 году Элси вместе с мужем переехала в Лос-Перширскую деревню. Она провела 10 лет вдали от сцены, наслаждаясь светскими мероприятиями и охотой на лет. Вернулась к выступлению, сначала гастролируя, а затем появившись в Лондонском театре Принцу Эльского. В 1927 году в роли Эйлин Майн в «Голубом поезде» англоязычной адаптации немецкой музыкальной комедии Роберта Штольца Мадди. Ее последним спектаклем перед уходом на пенсию был «Игра правды» в театре Дейли в 1928-1929 годах. Несчастливый брак закончился разводом в 1930 году, поскольку ее здоровье ухудшилось еще больше, и она стала подвержена пристам дурного настроения. Она стала ипохондриком, и много времени проводила в домах престарелых и швейцарских санаториях. У нее были диагностированы серьезные психологические заболевания, и она перенесла операцию на головном мозге, которая привела к улучшению ее здоровья. Последние годы жизни провела в лондонской больнице Святого Андрея. Элси умерла в больнице Святого Андрея. В возрасте 76 лет была кремирована в крематории «Голдер-Крим». Умерла в 1962 году. Пока-пока, до свидания. Вот так вкратце о Лиле Элси, популярной английской актрисе и певице Эдвардианской эпохи, известной по главной роли в лондонской премьере опереты Франца Легара «Веселые дава». Пока-пока, до свидания. Смотрим фотографии.